В пределах Советского Союза происходило множество событий, существование которых тщательно скрывалось. Известно, что и на сегодняшний день ФСБ скрывает тайны СССР. Любопытство людей не угасает, поэтому все больше журнала составляют в списке самых таинственных событий. Особенно ценной информации считаются воспоминания бывших разведчиков. Представляем топ самых сокровенных и страшных тайн СССР. Поехали! Морской монстр. Гонка вооружения, которая началась сразу после окончания войны, дала резкий толчок для инженерно-конструкторских разработок Советского Союза. Одной из таких новинок стал экраноплан. В 1966 году американский спутник-шпион запечатлел незаконченный русский гидроплан. Самолет был больше, чем любое воздушное судно, которым обладала США. Он был настолько большой, что, по оценкам экспертов, такой размах крыла не позволил бы самолету хорошо летать. Еще более странно было то, что двигатели самолета находились намного ближе к носу, чем к крыльям. Американцы были озадачены и оставались озадаченными до тех пор, пока СССР не развалился через 25 лет. Каспийский морской монстр, как его назвали тогда, был экранопланом. Транспортное средство, похожее на смесь самолета и корабля, которое летало всего в нескольких метрах от воды. Даже упоминание названия аппарата было запрещено тем, кто участвовал в его разработке, несмотря на то, что на проект выделялись огромные суммы денег. В перспективе эти аппараты, конечно же, были очень полезными. Они могли перевозить сотни солдат или даже несколько танков на скорости 500 км в час, при этом оставаясь незамеченными для радаров. Они даже более топливоэкономичны, чем лучшие современные грузовые воздушные судна. Советский Союз даже построил один такой аппарат по длине, превышающий Боинг 747 в 2,5 раза, оборудованный восьмью ракетными двигателями и шестью ядерными боеголовками на крыше. Ядерный чемоданчик Генерал Александр Лебедь в 1997 году утверждал, что у спецслужб было около сотни ядерных бомб в чемоданчике, мощностью в одну килотонну каждая, причем половина из них якобы пропала. Общественный политический деятель профессор Алексей Яблоков подтверждал существование таких устройств. По данным биолога, портативные ядерные заряды были созданы еще в 70-х годах по заказу КГБ для проведения терактов. По сведениям Яблокова, аналогичные ядерные мини-заряды были изготовлены и в США. В Минобороны тогда же категорически опровергли эти заявления, отметив, что подобных устройств вообще не существует, и из-за высокой стоимости их создания не под силу даже для такой богатой страны, как США. Как предложили в ведомстве, вероятно, Лебедь перепутал бомбы в чемоданчике с атомными противопехотными минами. Операция Флейта Разработка биологического оружия была строго запрещена. Однако было известно, что советские власти тайно готовились к наступающей биологической войне. Разработка биологического оружия занималась КГБ. Согласно Женевскому протоколу от 1925 года, стороны не имели права создавать подобное оружие. Однако, вопреки этому, советские власти начали работу уже в 1926 году. Вспышка любой инфекции либо эпидемии тут же оказывалась под покровом государственной тайны. Информация о биологическом оружии была доступна четырем лицам – Горбачеву, Ядзову, Крючкову и Зайкову. Остальным политическим деятелям было приказано не беспокоиться. Общество возлагало надежды на свидетелей операции Флейта, однако в ответ – молчание. По предположениям, люди, у которых был доступ к секретной информации, не имели права разглашать ее. Все объясняется неким подписанным документом, в котором указано, что в случае утечки информации, виновный понесет наказание. Полную и достоверную информацию советскому народу узнать было не суждено. Службы КГБ тщательно очистили архив и скрыли все документы, которые могли бы дать какую-либо информацию о разработке биологического оружия. Золото партии После распада СССР всплыло множество интересных фактов о деятельности советского руководства. Одним из громких инцидентов стало исчезновение так называемого «золото партии». В начале 90-х годов СМИ печатало самые разные версии. Чем больше печатали, тем больше разрастались слухи о таинственном исчезновении ценностей КПСС. На основании проверенных исследований появилась одна из первых версий, которая, в принципе, частично подтверждалась. Эта версия получила начало из секретного доклада госсекретаря Российской Федерации Геннадия Бурбулиса в 1991 году. В нем Бурбулис утверждает, что правительство СССР распродало золотые запасы. Вживую этого доклада никто не видел, но есть сведения и из иностранных источников. Известный американский банкир подтверждает эту информацию. Насколько эта версия правдива, достоверно неизвестно, но она получила достаточно широкое распространение. Некоторые источники также утверждают, что золото никуда не исчезло и осталось в России. Но самую большую огласку получила версия о том, что золотые фонды разворованы и вывезены в зарубежные банки. По мнению исследователей, на счетах ряда международных финансовых организаций хранится практически почти половина от общей доли золотого запаса СССР. Своё мнение по этому поводу выразил и известный журналист Георгий Вачнадзе, который утверждает, что всё золото разворовали в самом начале 90-х годов. Одним из активных борцов за справедливость в то время стал экономист и политический деятель Егор Гайдар. Он собрал много сведений о золотовалютных махинациях правительства и даже верил в то, что всё украденное можно вернуть в Россию. Но доказать он ничего не смог. Его практически сразу сняли с занимаемого на тот момент поста, исполняющего обязанности премьер-министра. Молчание Горбачёва Взрыв на атомной станции Чернобыля произошел 26 апреля 1986 года. Однако Михаил Горбачёв сообщил о трагедии лишь спустя две недели. В выпуске газеты «Правда» от 27 апреля написано о субботнике, который был организован в честь дня рождения Ленина. В отличие от советских СМИ, шведские газеты публиковали новость о ЧАЭС уже 28 апреля. Что скрывали советские власти? Почему гораздо важнее оказался субботник, нежели трагедия на Чернобыле? По некоторым версиям считается, что власти не было в арсенале специальных устройств, которые бы могли измерить мощность атомного удара. Советские власти оказались неподготовленными к такой трагедии, а тем более к тому, чтобы признавать этот провал. Новости о субботнике опубликовались еще несколько дней. Далее новостные колонки были посвящены празднованию 1 мая. И только 4 мая с небольшим заголовком в газетах «Правда и труд» появились маленькие заметки о произошедшем на Чернобыле. Несмотря на то, что данное событие – настоящая трагедия. Опубликовали ее как «Посещение района Чернобыльской атомной станции». Стоит отметить, что советские власти активно препятствовали вмешательству других стран. 5 мая руководство СССР выразило благодарность странам, которые желали помочь. Однако подчеркивали, что в силах справиться сами. В чем же причина молчания Горбачева? Почему общественность узнала о трагедии лишь спустя 2 недели, когда иностранные газеты уже на следующий день рассказывали о случившемся? Ответ на эти вопросы до сих пор остаются неизведанными. И предлагаю вам написать свою версию в комментариях. Уральский бункер Гора Ямантау, которая в последнее время ходит масса фантастических слухов, самая высокая на Южном Урале. Впрочем, Уральский хребет сам по себе очень низкий. На Западе полагают, что превращение горы в гигантский подземный муравейник началось в период позднего застоя. Российские военные никак это не комментируют. К Ямантау подведена железная дорога, вершина горы тщательно охраняется. Основное назначение объекта – то ли секретный военный завод, то ли запасная резиденция президента и правительства, а возможно склад боеприпасов. Как бы то ни было, ввиду удаленности от границ гора обеспечивает дополнительную безопасность. Оборонный бюджет Американские спецслужбы уже на протяжении долгого времени пытаются подсчитать, сколько советские власти тратили на оборону СССР. Служба ЦРУ уверена, что расходы на оборонительную мощь составляли не менее 20% экономики СССР. Точные цифры неизвестны, однако то, что военная подготовка СССР была на высшем уровне, остается фактом. Страхи Кремля С 1981 года Москва приказывала КГБ и ГРУ срочно собирать информацию о возможном первом ядерном ударе США. Пока достоверно неизвестно, как реагировали на донесения советские руководители, особенно Юрий Андропов. Решающий вклад в предотвращение ядерного удара в критический период Холодной войны в 1983 году во время проведения учений НАТО Эббл Арчер приписывается бывшему полковнику КГБ Олегу Гордеевскому. Узнав от него о панике в руководстве СССР, которая решила, что под видом учений Запад готовится к ядерной войне против СССР, Британия и США изменили программу учений. Как думаете, действительно ли Кремль испытывал перед ядерной войной столь параноидальный страх? Карибский кризис Так называемый Карибский кризис произошел в 1962 году в результате противостояния между США и СССР. Суть конфликта состояла в тайном перемещении военных российских баз на территорию Кубы. В 1961 году американские власти приняли решение о размещении в Турции ракеты средней дальности Юпитер. По расчетам специалистов, в случае военных действий ракеты могли достигнуть столицы Советского Союза, а также важных промышленных центров. В качестве готовности к данным событиям власти СССР приняли решение разместить свои военные части на Кубе. Это позволяло силам СССР быть готовыми к возможным атакам. Американская сторона была обеспокоена размещением советских ракет вблизи побережья США. Президент Джон Кеннеди организовал собрание советников для решения урегулирования Карибского конфликта. Дипломатические методы решения были сразу же исключены. Приветствовались исключительно военные действия. Советники пришли к общему решению – военно-морская блокада либо ультиматум. Карибский кризис сыграл роль переуломного момента в ходе Холодной войны. Однако многие все еще задаются вопросом, почему советские военные части были размещены на Кубе. Секретность данного дела состоит в том, что никому так и не удалось увидеть правдоподобные протоколы и официальные документы, датированные 1962 годом. Возможно, чтобы остаться лидером положения, иногда нужно проявить смекалку и хитрость. Вспышка ОСПы В 1948 году в Советском Союзе была создана засекреченная лаборатория, занимающаяся биологическим оружием на острове в Аральском море. Лаборатория занималась превращением сибирской язвы и бубонной чумы в оружие. Они также разработали ОСПы и в 1971 году даже провели испытания на открытом воздухе. По загадочному стечению событий, оружие, разработанное для того, чтобы вызвать вспышку ОСПы, при активации на открытом воздухе, действительно вызвало вспышку ОСПы. 10 человек заболели, трое погибло, сотни людей были помещены в карантин, а также 50 тысяч людей из близлежащих территорий получили прививки от ОСПы. О происшествии стало широко известно только в 2002 году. Вспышка была эффективно предотвращена, однако, несмотря на масштабы инцидента, Москва не признавала произошедшего. Это плачевно, так как из этого случая можно было бы вынести ценные уроки о том, что может произойти, если биологическое оружие когда-либо попадет в руки террористов. Ну что ж, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки и увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!